В частном доме по улице Советской наступил ледниковый период. Как рассказывают хозяева, участок подтапливает с 2012 года, но такого масштаба потоп не достигал никогда. Как ни странно, вода заливает огороды постройки именно зимой. На месте побывала наша съемочная группа. Матери троих детей Светлане Солдатовой этот дом достался в наследство от отца. Вместе с супругом они занялись ремонтом и восстановлением здания. Хорошим подспорьем для многодетной семьи был и огород. Но уже в январе этого года водой затопило все грядки и постройки. Теперь участок покрыт толстым слоем льда, а все посадки погибли. В потопе хозяева винят перемерзшую дренажную трубу, которая проходит под автодорогой. Проблемы у нас были с самого начала, с 2012 года, если мне не изменяет память, как только поменяли эту трубу, до этого у нас была большая и стояла на порядок ниже. Потом ее в 2012 году поменяли, поставили выше, меньшего объема, диаметра. И, получается, вода не уходит, она не попадает в эту трубу. В этом году это просто кошмар. У нас как бы было, что подтапливало весной, когда начинает таять. Но сейчас-то зима, сейчас даже еще не тает, а у нас уже вода везде. Но даже плохой дренаж не объясняет, почему подтопление участка продолжается даже в морозы. Светлана Солдатова рассказывает, что вода прибывает по выходным. Мы понаблюдали. У нас вода прибывает именно по выходным. И тут как бы в пятницу приходили, не было воды. Пришли в субботу, у нас уже как бы все сарайки затоплены. Пошли смотреть, и там нашли одно место. Получается, везде лед толстый, а в одном месте льда нет. Что видно, что оттуда что-то бьет, какая-то вода. Полынью в Канаве видно невооруженным взглядом. Рядом расположена станция третьего подъема АО «Водоканал». Работники, которые утверждают, что никакого сброса воды здесь не производится. Обращалась в администрацию в январе, в конце января. Первый раз к ней пришла, когда только стала вода к нам идти. Написала заявление, все администрации сказали, что мы рассмотрим. Прошло две недели, сегодня я к ним ходила. Мне сказали, что у нас нет экскаватора, мы ничем помочь не можем. В отделе ЖКХ городской администрации рассказали, что в курсе этой ситуации в настоящее время главная задача установить причину подтопления участка. Этим занимаются специалисты отдела. Также планируется привлечь к работе специалистов водоканала. Руководитель отдела Оксана Колова пообещала, что ситуация с затопленным домом по улице Советской будет на контроле городских властей. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости АТВ.